Субтитры делал DimaTorzok 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 Для начала, пассивки Последняя услуга это наша воскрешалка Быстро жатва будет повышать нашу скорость атаки Польза проклятий будет повышать наш урон В зависимости от количества проклятых противников Ну и одиночка Эта пассивка будет повышать показатель нашей брони Теперь активные навыки Вампиризм и энергетический сдвиг Здесь нам требуется использовать именно данную руну Для того, чтобы продуктивнее работала наша коса Хрупкость и аура хрупкости С помощью этого проклятия мы будем добивать противников Часть по здоровью опустится ниже 15% И это проклятие будет работать автоматически Как аура Кольцо смерти и кольцо крови Это наш основной скилл Кровавый рывок и уплотнение тканей С помощью этого навыка мы будем и уворачиваться от атак противников Повышать тем самым показатель нашей брони А также ускорять себя при прохождении порталов Костяная броня и смятение С помощью этого скилла мы будем И повышать наш урон и защиту А благодаря руне мы будем еще и оглушать противников А значит этим действием мы будем запускать Кольцо приговор Крисбина На дополнительный баф нашего урона Кстати, именно для этих целей мы еще используем и издей в камень Ну и последнее умение это симулякор кровь и кости Благодаря этой руне мы будем использовать два симулякра Два приспешника, в бой больше колец крови Это билд А теперь давайте разберемся с геймплеем Тут, дорогие друзья, все сложно Да, согласен, 1 апреля нескоро, шутка не удалась Конечно же, все элементарно просто Билд предельно однокнопочный Как только видим противников, прожимаем возле них костяную броню Образуется костяной вихрь Это будет наш ориентир для нанесения урона При этом следите, чтобы у костяной брони было максимальное количество зарядов Это 10 Это значит, что по откату этот скилл прожимаете возле противников Тем самым вы и заряды будете поддерживать А также запускать руну костяной брони То есть оглушая противников Оглушение это баф нашего урона Безусловно, быстренько призывайте симулякров Становитесь как можно ближе к противникам И начинайте атаковать их с помощью умения вампиризма Если в толпе есть элитный противник, то лучше атакуйте его Потому что он самый жирный Следовательно, он погибнет не быстро А значит, с поддержанием вампиризма проблем не будет Потому что если противник погибает, цель теряется Надо быстро искать новую Костяная броня откатилась Поржимайте ее повторно Если не поняли для чего Отмотайте видео на 30 секунд назад Также во время атаки смотрите под ноги При убийстве противников будут образовываться области силы Область появилась, перебегайте туда Будете тем самым наносить больше урона Как по мне геймплей классный Максимально простой и удобный Да к тому же еще является топовым Рекомендую, если будете играть некромантом Есть конечно у него один минус Он идеально работает в толпах противников С одиночными целями ему сражаться сложнее Поэтому старайтесь искать толпы Именно толпы И тогда проблем у вас не будет Но пока что вы думаете о сборке Пишите в комментариях А я с вами прощаюсь Благодарю за внимание и за просмотр Не болейте Ну и желаю удачи в сезонном походе Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале Комментируйте, советуйте друзьям Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал на ютубе Вступайте в группу вконтакте Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео Желаю всем удачного фарма С вами был Яков Пока Субтитры сделал DimaTorzok